Три лучших бойца в истории ММА В данной статье представим трех, по нашему мнению, лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств. Подмечаю, что цель данной статьи не является определение наилучшего, а лишь представление трех бойцов, которые, как нам видится, к настоящему времени по совокупности достижений опередили всех остальных. Федора Емельяненко. Этого бойца в нашем списке не оказаться просто не могло. Непобедимый на протяжении десяти лет, российский спортсмен определяется в качестве лучшего за все времена не только со стороны спортивных изданий и экспертов смешанных единоборств, но и самими бойцами. Многие сильнейшие бойцы в мире на вопрос о том, кого же они сами считают лучшим в истории, даже сегодня он продолжает называть имя Федора. К примеру, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес уже отзывался о Федоре как о лучшем в истории бойце ММА. Федор царил еще во времена организации Pride, побеждая соперников, которые зачастую были значительно крупнее него. Помимо этого, в списке побежденных значатся такие бойцы и чемпионы, как Антонио Родригин Гуэра, Мирка Кроков, Кевин Рэндалман, Марк Колман и другие бойцы. И несмотря на то, что Емельяненко потерпел поражение в боях с бойцами более высокого уровня, как полагают многие, бойцовские умения и достижения Федора остаются непоколебимыми. Федор Емельяненко таким образом один из тройки лучших бойцов. Андерсон Сильва, доминирующий на протяжении долгих лет бывший чемпион средней дивизионной UFC, снова продолжает свой путь в войне, несмотря уже на немалый для бойца возраст, травму и несколько поражений. Сильва уже давно и по праву считается одним из лучших в истории смешанных единоборств, а многие называют его лучшим. Андерсон побеждал таких бойцов, как Дэн Хендерсон, Форест Гриффин, Чел Сонан, Витар Белфорд, Андерсон Паук Сильва. Продолжает оставаться абсолютным рекордсменом UFC по количеству проведенных защит титула 10 раз и на протяжении долгих лет числятся в качестве лучшего бойца вне зависимости от весовой категории по версии UFC. И последний боец нашего списка Джордж Сан-Пьер, который взял бессрочный отпуск. Его контракт был заморожен, хотя вернуться он все еще может, но это уже другая история. Сан-Пьер на протяжении очень долгого времени являлся доминирующим королем своего дивизиона. Лишь после спорного выигрыша над бывшим чемпионом Джонни Хендриксон решил идти на отдых. Почему же Джордж Сан-Пьер может претендовать на звание лучшего бойца ММА в истории? Прежде всего, из-за его долговременного чемпионства. Больше Сан-Пьера титула ставил только бывший король среднего веса UFC Андерсон Сильва. Кроме того, Сан-Пьер боец с потрясающим разным арсеналом. Мастер карате, джиу-джис, боксер, муай-тай и другие сильные бои. Сан-Пьер успешно применяет свои навыки в клетке. Найти слабые стороны у этого бойца очень непросто. Ну и напоследок, несмотря на всю спорность своего последнего боя, все же Сан-Пьер ушел красиво. После долгой победы серии и на вершине. Вовремя остановиться важное качество в любом спорте. Так Джордж Сан-Пьер оказывается включенным в наш список трех лучших бойцов ММА. Продолжение следует...